Всем доброго дня! В связи с последними событиями из-за землетрясений хочу вам сегодня рассказать про Анталию некоторые факты. Во-первых, Анталия считается самым большим и основным курортом Турции. Проживает тут более двух с половиной миллионов человек. Но город Анталия, в котором я нахожусь, входит в большой регион, анталийский. На понятном нам языке можно сказать, что это область Анталия. Город Анталия находится очень далеко от эпицентра землетрясения. Это в 700 километрах от произошедшей природной катастрофы. Трагедия произошла в области Газиантеп, на границе с Сирией. В Анталии мы живем на первом, или правильно будет сказать, нулевом этаже. Но мы еще ни разу не ощущали на себе, слава богу, воздействия землетрясений. Хотя они, конечно, были уже неоднократно. Но и в нашем городе на высоких этажах тоже ощущаются землетрясения. Даже наши соседи сверху нам рассказывали, что они ощущали силу воздействия землетрясения. Также нас тут пугают цунами постоянно. Но, как вы сами видите, все спокойно, тихо. За всю зиму пару раз только был шторм. Но это совсем не страшно. Во время одного из штормов я сам был на набережной и снимал стихию. Многим, наверное, будет страшно сейчас ехать сюда в отпуск. Из-за того, что СМИ вокруг наводят панику и суету. Но на данный момент у нас все хорошо и спокойно. Теплое солнце, ласковое море, приветровые люди, вкусная еда. Очень много преимуществ в Турции, о которых можно рассказывать, не знаю, наверное, часами. Одни базары только чего стоят. Я обожаю их снимать и посещать. Также тут дешевые рестораны с очень вкусной национальной кухней. Также есть здесь кухня всех народов мира. Можно найти по душе любую еду и в ресторане, и в магазине, и так далее. Еще очень в Турции выгодно покупать одежду и обувь. В крупных торговых центрах, помимо всем известных брендов, имеются товары и торговые марки, производимые в турецком регионе. Но из-за этого преимущества они стоят намного дешевле, чем в других странах. Будет очень жаль, если сезон летний сорвется, бедным людям и так досталось от природы. А еще в дополнение ко всему, их труды будут невостребованы. Надеемся на лучшее и всех ждем в гости.